А сегодняшнее наше видео про Андреевский спуск. Всем привет, народ! С вами снова мы, канал Училка Физкультуры в Эмиратах, и сегодня мы в Эмиратах. Сегодня мы в Киеве, и я не поленюсь сказать, что Андреевский спуск моё самое любимое место в городе Киеве. Поэтому я очень ждала, чтобы прийти и показать вам его. Ну, сейчас идём смотреть Андреевский спуск. Ну что, друзья мои, а что же такое Андреевский спуск на самом деле? Андреевский спуск. Это Андреевская церковь, которая находится сзади меня. Это классная прогулка, которая просто пропитана духом Киева среди сувениров. Вот такой вот бульшаточки. Ну и, конечно же, это не только осмотр церкви, а памятника в Родне Прокопевне. Не знаете, кто это? Сейчас пойдём и узнаем. Ну вот молодёжь, наверное, не помнит фильма «За двумя зайцами». За двумя зайцами. Ну, за двумя зайцами. Вот памятник про Родне Прокопевне. Как с ней приходили свататься, да? И Голохвастову. К ней приходили, да. И Голохвастову, как приходили свататься. Ну, Наташа, иди погладь там чего-то. Вот жучок есть. В общем, какое-то место нужно потереть, и мечты сбудутся. Вот так что это очень важный такой памятник. Он, конечно, не древний абсолютно, в каком он году там сделан. Может, лет 20 назад максимум. Здесь ничего не написано, но он такой довольно-таки затёртый, прикольный памятник. Вот с чего вам нужно начинать обзор прекрасного Андреевского спуска. Опять, абсолютно прогулка. Это прогулка. И вы себя чувствуете таким настоящим киевлянином. Гуляющим по Андреевскому спуску в моему любимому месту в городе Киеве. Так, сейчас смотрим, что там такое у нас. Как же сюда зайти, непонятно. Мы же так с Наташей оделись, не в тему, в шортах. Ага, касса. А вот Андреевская церковь, да? Ага, вот охранник. А давай просто посмотрим, почему. Билеты, кстати, в Андреевскую церковь именно такой вот мысли идти не было. Я же повторюсь-таки, мы ещё умырились в шортах одеться. Вот Андреевская церковь с 10 до 18. 70. Билет стоит 70 гривен. Это где-то 2,5 доллара. А, если в церковь не заходить, я так понимаю, 20. 20, да? Обзор просто, да? Да. Ага, так. Видишь, опять карточкой не работает. Карточкой рассчитываться нельзя, друзья мои. Можно рассчитываться только наликом. Так что вот, я не знаю даже. Зайдём, посмотрим. Или давай вот так вот как-то обзорчик покажем. Так это ж мы можем. Ну, давай. Вот тогда мы оттуда пришли в нашем прошлом видео с аллеей художников. Точнее, мы прошли это место. Андреевская церковь безумно красивая. Мне просто нравится её такой изумрудный цвет куполов. Кстати, вот здесь вот такая брусчаточка, по которой я иду, чуть уже не навернулась. Вот. Да, это не было этих поручней. Их сделали два года назад. Шикарно. Вот туда спуститься, вон картины. Это уже аллея художников. Красиво. Ну, мы туда не идём, да? Мы идём по-английски на спуску гулять. Так, я не знаю. Ну, в шортах нас по-любому не пустят. В церковь, если честно, она всегда, ну, по-моему, она терпима была английская вся. Терпима, но в шортах зайти как-то, я не знаю, блин. Мы туристы. Ну, что? Ну, можно начать говорить по-английски, но нас всё равно вытурят, конечно. Да нет, я думаю, нет. За 70 гривен слушают они так. А ну, то есть сейчас посмотрят, вон женщины оттуда идут. Она вообще посмотрит. Ой-ё-ё. А девочка в юбке там вообще. Там юбки там. В мини-юбке и парень в шортах. Так, ну, давай у женщины спросим просто и всё. Сейчас спросим и всё узнаем, да. Здравствуйте. Никого не тут. А подскажите, пожалуйста, мы в шортах. Мы не можем в церковь зайти. Ничего страшного? Прекрасно всё. Нам два билетика на обзорочку за 70 гривен. Отлично. Всё, отлично идём. Смотрите, билетики показываю вам. Не знаю, видно, не видно. Вот, 70 гривен билетик. Держи, Наташа. Всё, идём сейчас к прекрасному охраннику. И, слушайте, нам повезло. Несмотря на то, что мы так одеты в шортиках. Просто жара такая сегодня. Мы идём в Андреевскую церковь, потому что это музей. Туда можно проходить в шортах. Ура! Здравствуйте. Ух ты, такие ступенечки сделали. Ну, честно, мы, по-моему, ни разу и не поднимались так сюда, да? Да, ну, что ты говоришь. Мы на обзорной были в середине. Ну, в смысле, в церковь всему мы не заходили, я не помню. Я была. Вот я не помню, когда, но особого я не помню. Прикинь, прикиньте, я не была ни разу, как постоянно не приду, киевлянка, да? Я часто гуляю по Андреевскому спуску, она постоянно закрыта. Постоянно на ремонте. Постоянно на ремонте, постоянно закрыта. Потому что она стоит на холме, поэтому тут такие укрепители не работают, наверное. И ее реставрировали, и мы уже у нас чуть-чуть работали. Краска опять поднималась. Да, да. Сейчас покажем. Давайте ухвит. Просто класс. Это что-то, это нечто, это небо. О, Наташа меня за руку уже взяла, а то я чуть не подлетела. Но когда смотришь в камеру, показываешь вам достой, конечно, не до этого. Ну, идем, а уйдем сначала. То, что стоит 20 гривен, просто обойти, посмотреть, да? Красивые, красивые виды. Пофоткаться. Ну, на обзорке тоже будет хорошо. Ну, вот на обзорной площадке. Ну, 20 гривен вообще это меньше доллара, в принципе. Так что, что я скажу? Это нормально, потому что хочется, чтобы она содержалась. Ну, нормально, чтобы можно было выйти, показать гостям города, самим прогуляться. Лавочка есть. Это тенечек. Ой, тенечек, слава богу, а то мы уже так припарились хорошо. Цвет красивый, да? Ух ты. И аллея художников, где мы были в прошлом видео. Красота какая. И наш прекрасный город Киев. Нет, стоит зайти по-любому. Это не те деньги, что отказать себе в удовольствии. Ну, давайте уже пройдемся. То есть это вот все, стоит зайти сюда 20 гривен. Да, давайте посмотрим, что у нас входит в цену за 20 гривен. Ой, красота какая, народ. Чувствуешь, что мы в Киеве давно не были вообще. Заново влюбляемся в свой город. Смотри, можно обратить внимание, гостиный двор. Какие его реконструируют, вон, если видно, арки коричневого. Нет? Красота, я уже тут можу, да, раз. Церва Миколича, тут творца на воде. Вот так. Сейчас увеличим. Вот. Костяный двор. Видишь, за него все-таки взялись, потому что такое место. Угу. Костяный дворчик, закрывает солнце, ибо сегодня то дождь, то жарко, и поэтому очень потно. Довольно, Адаш? Киева-Могилянская академия, возле колеса. Слева, левее прямо. Ага, сейчас. С колоннами, знаю. Напротив гостиного двора, слева от колеса обозрения, это есть Киева-Могилянская академия. Вот такая красота. А вот справа дешпиль, это, по-моему, монетный двор. Может, монетный двор, шест. Мы киевляне, мы так видите сами. Честно, бывает, что мы достаточно других стран знаем лучше, чем Киев. Позорно. Плохо и позорно. Так не должно быть. Ну вот, уже снимаем про Киев, уже реабилитируемся. Не эмиратами едиными. А вот, кстати, Андреевский спуск. Там мы будем спускаться. Конечно, раньше много киосков было. Но вообще, конечно, красиво прогуливаться. Тоже не помню, честно. Почему? Замок, львиное сердце, да. Но он постоянно закрыт. Да, тоже видите. Там придумывают уже легенды, что там какое-то место не такое. Там барабашки бегают. Ну, мне кажется, там просто хозяин. Ну, если он закрыт, что там, наверное, и хозяина не пускает просто сюда идти. Вот. Вы сами, если знаете какие-то легенды про замок наш, киевский, на Андреевском спуске Ричарда, львиное сердце, вы нам напишите. Нам будет интересно. Надеюсь, у меня странно. Почему он закрыт все время? Спускайте гостей, берите деньги. А тут что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Может, там реально Ричард живет, как вы думаете. Так, ну, что у нас здесь сейчас будет? Солнышко вышло. Жара приличная. Свайпы. Ход будет вот уже. За что мы заплатили дополнительно 50 гривен? Это саму церковь. Но это теперь музей. Поэтому, можно сказать, сюда, да? Нас пускают, наверное. Наверное, нас пускают, я не знаю. А где билет? Что ты знал? Где-то билеты делят. Нам же поверили? Нет, это там охранник просто. А, все. Он же видел, что это такое. Здравствуйте. 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 Сейчас мы к виточке обводим фото. Да. Спасибо большое. Все нормально? Спасибо. Ух ты. Ну вот, впервые народ загадываю желание. И вот такая красота здесь. Немножко мерехтит, наверное, от золота просто. Это от света, от света. Вот как красиво и прохладно. Ну, давайте посмотрим, кстати, что вот здесь находится. Чувствую, что-то интересное и древнее. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Палыча. И музей, как он, все равно там свече стоит. Вон, женщина стоит. То есть, кому надо, только приходит и молится. Я первый раз здесь действительно, слушайте. Мне очень нравится, очень. Сейчас отдалю даже, чтобы нормально вам было показывать. Ох, какие балкончики, слушайте. Ну что, киевляне, пишите. Вы здесь были? Я как киевлянка попала сюда первый раз. И очень рада, что попала. Мне очень нравится. Класс. Ух, какая. Вот есть экскурсии. Народ ходит. Красота какая. А вот даже не знаю, что это такое, честно. Не видно, что это. Кто-то похоронено, возможно. Все очень красиво, конечно же. Ну вот такая она, церковь внутри. В принципе, дополнительных 50 гривен. Не жалко, чтобы сюда попасть. Очень красиво. Плюс карму. Мне кажется, что да. Как я верую. Плюс карму. Ого. 4847. Наверное, древние летописи. Ух ты, 1790 год. Такие вот книги были. Дальше Перо. Акофист. Статом Андрея Первозманного. 19 век. Шикарно. Ну, что вы можете здесь увидеть? 1750 год. 1768 год. И уже 1903. Народ, ну вот как вам. Напишите в комментах, понравилось ли. Андреевский спуск, посещение, друзья мои, обязательно. Ну вот, друзья мои, посмотрели мы шикарную Андреевскую церковь внутри. И сейчас пойдем, пройдемся по спуску. Вперед. Ну что, друзья мои, немножко шумно, потому что гудят машинки. И сегодня будний день, они могут ехать здесь. А выходной нет. Выходной закрыт. Выходной вы спокойно идете по Андреевскому спуску, по брусчаточке. И никто вас не трогает. Никакая машинка. Ну вот, на самом деле, да, Андреевский спуск, это прогулка вниз по брусчаточке с рассматриванием интересных сувениров. Кстати, очень аутентичных, которых можно приобрести, наверное, только на Андреевском. Сейчас, может, мне многие напишут, можно и там, и там, и там. Ну вот, таких количеств, вот, вышиванок, всяких старинных дорогих вещей, магнитов, чашек. Это может быть только на Андреевском. Из понопелек взроблено. Да, мы раз произнесли это слово. Очень хороший материал. И нас видео чуть не заблокировали. У меня были носки из этого материала. Такой класс. Такие прикольные сувенирчики, да. Очень аутентично то, что вы привезете с Андреевского спуска. И скажите своим друзьям, мы приобрели это на Андреевском спуске. И это будет круто. Ну, конечно, на выходных мне больше нравится гулять под этой брусчатки без машин. Но, с другой стороны, сегодня народа меньше. Ну, и киосков мало. Обычно, вот, видите, пару киосков всего лишь стоит. А так просто все заставлено. Все заставлено. Верхний, все заставлено. Что там, Наташа? Что-то там понравилось ей. Давайте вернемся. Что за? Фенечка, блокнотик? Не-не-не, смотри, вот это по 50. А что ты не кладешь? А это вот, карточки кладешь, прикольно, да. Ну, сумочки вот по 600, женщина, говорит. Большая по 1000. 300, 400, 600, 800, 1000. Это шкира. То есть маленькие 300 и вот, да. И вот эти 2 по 1000 розпродаж. А хорошие сувенирчики можно взять? Такие 250 тонненькие. А такие 30. Сейчас посмотрим, кстати, потому что мне нужны сувениры для моих начальников в школе. Что вы думаете, не удивятся они, если я им такое привезу? Не-не-не, не вот такого вот цвета, еще не такого. Наташка все еще ищет идеальный поезд для платьишка. Слушай, я так хочу вот этот именно, как Мэра, я не буду так называть. Не знаю, эти сумочки мне, конечно, вот интересные, интересные. Фенички какие-то, поключницы какие-то. Поключницы, поключницы, поключницы. Народ, такие прекрасные, аутентичные сувениры можно купить. Опять повторила слово аутентичные на Андреевском спуске. Народ, смотрите, вот такая сумочка с кожей, да? Кожа. Да, ручная работа, 1000 гривен стоит. Италийская шкира, русская. Вообще, она просто какая-то нереальная, такая необычная. Я думаю, что возьму на подарок своей главе департмента. Ну, это просто, я думаю, это будет круто. Посмотрите, здесь такое отделение, одно. Такая просто очень милая сумочка. Я надеюсь, что ей понравится, и это будет классный подарок. Дороговато, но она того стоит, потому что она меня пару раз уже выручала из трудных ситуаций. Люблю, я люблю, парень трудных ситуаций. Такое, чем я к ней расскажу, мы спорю, но... Думаю, на сумочке мы спорим, да? Пишите в комментах, как вам такая сумочка, круто, посмотрите вообще. А ну, это вы. По-моему, очень классный вообще. Ну, красиво смотрится. Давайте мы ее возьмем. А можно еще что-нибудь туда внутрь, если у вас есть? Сюда гроши, або квитки, або страховка. Боже, вот еще такой тревел кейс. Посмотрите, прямо вот как... Как-то такого же материала, как и сумочка. Потому что зазвычай их роблют такие высокие слизи. Очень красивый, боже, какая красота. Я сделала такие миниатюрные варианты. Это женщина делает сама, представляете? Это шикардос. А сколько стоит этот? Без 700 гривен. Народ классный. Потому что у меня он... Боже, какой красивый. Вот такой, да, по высоте, но длинный. Он действительно неудобный. Шире неудобный, как минимум паспорт. Тут два паспорта, влазит денюжка. Чуть ширше, но тут два паспорта и ручка между паспортами. Да, да, да. Там все звучит. Ну, это шик, конечно. И какие-то такие же узоры, которые у меня просто... Вот я увидела эту сумочку и все, поняла. И узоры вот такие же, как... И наша сумочка уже в пакетике. Там строковка, брус, прикольные квитки, что там треба с собой. Прикольно, умно. Да, классная тема, конечно. Чего очень красиво. Я хотела сходила в миниатюрном варианте. Да, классно. Сейчас мы спускаемся вниз. Тут есть кенгурушки, футболки, футбольные шарфики. Кто фанат? Самовары, блайзеры. Ну и, конечно же, всякие шапки такие теплые, да, прикольно. Много всего. Часы, фотоаппараты. Ну, матрешки. Какие-то большие такие. А вот маленькие, да. А нам тоже матрешку хотим привезти в сувенир. Вот маленькие матрешки есть. На Афере, да. Мы как раз Афелии, моей ассистентке Филиппинкой, и хотим привезти. Там, наверное, еще матрешка. Брюки. Ой, еще. Так китайцы какие-то. Посмотри. Слушай, ей понравилось. Так а сколько еще там? Не знаю. Где-то, по-моему? Сейчас. Не понимаю, нет, не знаю. Надо спросить. Но она вроде какая-то. Там еще что-то есть. Главное не оторвать. Сильно много. Она как-то так тонковата. Но это дерево. Тонковато дерево. Ну, вот еще магниты. Не всегда на Андреевском, честно, вот дорого. Вот магниты бы, кстати, покупали на сувенир здесь. Магниты стоили нормально. Не помню сколько уже, но так. Нормальная цена была. Вот тоже матрешечки. А вот брелок. Не такой, не очень, да? Не, ну это какой-то вообще такой сувенир. Такой фиговый, да? Вот еще из-за чего я люблю Андреевский. Просто идти и все рассматривать. Класс. Но опять-таки сегодня киосков маловато. Так, ну сейчас надо узнать. Сейчас пытаемся? Да, так где спросить просто, мне кажется. А, такой он парень, наверное. Да? Ну, странно, что он к нам не подходит. То есть он нам доверяет. Можем просто положить и уйти. Ну, мы это, конечно, не будем делать. А там еще кто-то? Триста это стоит. Хотя она прицепляет. О, боже, прицепляет. А ну, покажу это, что я не это. Это стоит. Идем мы это тоже. Кстати, продавец хорошо по-английски говорит сейчас. Вот с туристами, да, прям с таким акцентом. Так, еще раз. Сейчас я тебе покажу. Не, она на Филиппинку, понимаешь, похожа, да? Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Спрячь, мочуч. Ну, давай. Как-то нужно это разбирать. Так, матрешка, раз. Мама в семье голова. Тут я не подняла. То ли папа, то ли... Так, давай, Маташа. Вот, вот, раскрутила. Дальше котик у нас появляется. Покажи котика. Котик. Это стоит 300 гривен, да? Ну, так, прилично, конечно. И цыпленок. И цыпленок. Ну, это вообще развлечение. Развлечение, да. Прикольно. Прикольно. Вообще, да. Интересные вещи здесь. Сейчас подумаем, будем ли мы брать. Ну, такие, да, как бы. Ну, 300, ну, такие 4 матрешки. Ну, блин, дороговато реально. Ну, если бы себе, наверное. Ну, да, как бы. Ну, тоже уже, как бы, сумку купили уже. Сейчас посмотрим, что еще нужно. Можно взять. Вот, смотрите, по 200 гривен и 5 штук вообще. Вот это вот классно. А, я не знаю, мне нравится вот вторая с фиолетовым. Ой, еще, ну, это, конечно, красиво. Нет, это, ну, это все деревяные. Не, ну, оно чувствуется. И малюется, и выпаливается. Да, да, да. Обжигание. Да, да, обжигание. Какая тебе понравилась? Не знаю, мне вот вторая понравилась. Зелененькая? Да. Не, наверное. И вот и левая. Вот это вот какая-то вот из них вот мне понравилась. Это? И центральная тоже подсолнухи красивые. Ну, подсолнухи хорошие, да, в таком украинском стиле. Но подсолнухи лучше. Вот это вот. Ну, эти две самые классные. Вот эти, видите, они трошки не... Вот это еще непогано, давайте. Тут, видите, краски классные. Они такие близкочатые. Вот идут пищевелаки, если маленькая дитина, она там может гризти и облизывать. Это не токсичный вариант. Угу. Какой я открыла? Не знаю. Мне нравится та, которая больше, а потом мне нравятся еще и хехи. Они одинаково мне нравятся. Та больше, а та просто с подсолнухом. Я что, две возьму, это ведь дам за 350. Все равно с один. Ну, мне вот вся подруга. Ну, давай тогда откроем и посмотрим, что там. Давай, что полностью просто вот отсюда. Да, давай. Ого, интересные факты, конечно. Конечно, как для торговли, понятно. Половина вида и... Да, но мы вам желаем, чтобы, конечно, появились хорошие покупатели. Я понимаю. Но раз каждый мой взял другую работу, найти уже официально устроиться, там, чтобы тут не зацикливаться. Ну, тут так. Товар же, чтобы куда-то сделать. Ну, да. Ну, да. Изводник. Ой, красота. Ну, и гард. Это лучше, классно. Нарол, смотрите, за 200 гривен вообще, как бы, очень-очень хороший, наверно, достойный подарок. Мне нравится. Да, вообще. Классно. Да, ну, давай возьмем. Давай. Все. Нарол, вот такой мы возьмем еще матрешки в подарок. И будет классно. Ну, вот она прогулка с Андрейским спуском. Купили чудесные сувениры, и матрешку, и сумочку очень довольны. Всять и купить сувенир на Андрейском спуске. Ну, народ, это круто. Приятно пообщались с продавцом матрешек, особенно такой приятный чел. Ну, и женщина, которая сумки делает. Рассказал нам немножко, мы не будем это рассказывать. Да, рассказал нам. Ну, подтвердил нам наши... Тяжелые времена просто, да. Клиенты, которые иностранцы иногда не очень радуют, просто, говорит, швыряют тарелочку, просто тарелочка разбивается, им пофиг, они ничего не платят. Ну, ужасно. Пожалуйста, вот, если вы туристы, не будьте такими. Ну, я надеюсь, вы не добрые каналы, подписчики. У нас очень прекрасные, хорошие люди. Вот здесь вот аккуратно всегда такие переходы на Андреевское. Особенно, когда идете на выходных, здесь открыто, машины не ездят. Такая, конечно, булыжечная плиточка, очень рискованно, можно подскользнуться. Вообще, здесь вот красиво. Вот идти, это просто прогулка. Это прогулка наслаждением сувенирами, наслаждение прекрасной Андреевской церкви, где мы с вами сегодня побывали. Ну, скажем, такая рекреационная шопинговая прогулка. Просто спускаете вниз, рассматриваете, покупаете, торгуетесь. Красивые эти игрушки, куклы. Да, красивые здесь вещи. Ну, надеюсь, мне кукла буду, ничего, чтобы так сказать не нужно. Это просто разрисовывать надо, правильно? Ну, нет. А что? Это профессиональный, аутентичный, действительно. Она просто такая без лица была, как бы беленькая. Я думала, ну, нарисовать глазки, щечки. Нет, это не буду, конечно. Ну, зачем? Я все взяла. Ну, это уже 475. Ну, вот такая, мы купили за 200, да. Здесь такое лицо просто. Ну, тут красавица, да. Ну, и да, тоже. Деньги-то уже заканчиваются, честно. Мы удивляемся, откуда здесь люди достают деньги. Народ, пишите, кто где работает, потому что мы здесь только достаем, достаем, достаем. Пусть мы в Эмиратах меньше доставали. О, это дерево, наверное, легкое. Это дерево, слушай, класс. Не заметил. Маки, смотри, маки сзади. Красиво. Красиво. Ну, и футболки, и хард-дроп-кафе в Чернобыле. Да ладно, в Чернобыле не может быть хард-дроп-кафе. Это магнитики. Магнит очень красивый. И сколько такое, интересно, стоит? Это дерево, да? Ух ты. Вот это бимба, народ. Очень красиво. Конечно, я бы еще взяла пару сувенирчиков. Я сейчас посмотрю, там есть цена. Маки бы не брала. Знаете, мак у Эмирата, кстати, запрещен. Он не продается, его нет в продаже. 90. Ну, 90, да, приличненько так. Да, поэтому не возьму, наверное. Брелочки есть. Ну, в принципе, тем людям, которым я хотела, я уже взяла. А такие я хотела в дополнительном, 90, блин, ну. Так, жим-жим, чуток. Слушайте, продавцы прекрасно говорят на английском. Уже не первый продавец здорово говорит, но молодцы, ребята. Правильно. Вот, когда приезжаем в Египет, в Турцию, они же хорошо говорят. На русском, уже даже на украинском, на английском, на немецком. Ну, вот на каком только вам надо, они говорят. Поэтому, ну, чё ж нет-то? Хочешь кушать, будешь говорить. Скажи, продавцы умнички так на английском говорят вообще. Ну, а что ты как-то... Да, не, мне тот парень вообще понравился. Акцент себе такой шикардосный сделал. Сейчас перевожу. Посмотри, как мы прогуливались. Ага, симпатичная кафешечка. До ресторации я захочу. Да, вот. Мы идем дальше. Вот, опять-таки, неудобно, что здесь машина ездит. Ох, какие зайцы. Ты как, прям, арт-стрит, да? Ах, какой зайцы, морковь, кэмэр. Лейся Бархат, где-то еще в 19-й год. Ну вот, мы здесь точно не были тогда, еще когда приезжали последний раз. Последний зайчик. Ага, так это же заплана зайцами, только зайцы. Вот же, Коля Прокоповна читает. Это Галакваста. Тетка Секлета. Слушай, так хорошо от фильма знаешь, а мне нужно пересмотреть, похоже. Похоже, мне нужно его пересмотреть. Вообще. Мы сейчас выйдем, можно на реке, подниматься на... Не, мы гуляем по нарезкам. Не, 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 я пойду. Просто ты тоже так красиво все сделаешь. Ну, просто возьмите, здесь сказка. В любой дворик заверну, и будет вам контент и красивые-красивые фоточки. Сейчас выходим. Боже мой, будто в сказке какой-то иду. Ой, народ, красота. Памятник Тарасу Шевченко. Великий наш поэт. Куда это памятник? Кстати, я не помню, если честно. Я не помню. Вот Владимира я помню. Куда Владимир? Вот, идем рассказать. Владимир, наверное. Честно, я тут не помню, кому памятник. Да, поскольку он держит как бы... Это золотые ворота он держит? Или кого, кстати? Он же точно такие же памятники стоят возле золотых ворот. Сейчас, подожди. Подожди, почему тогда Владимир? Что это мы опять не то ли? Ярослав Мудрый, значит. Что-то мы, Киевляне, фигово с историей. Тараса Шевченко, конечно, я узнаю еще со школьной скамьи этот профиль. Вот, этот Тараса Шевченко, это видно. А там кому, это не видно. Вот, непонятно. Ну, ты Ярослав Мудрый все-таки, я думаю. Ну, все, Наташа увидела камни и пропала. И внутри растения. Смотри, парит папоротки. Очень красивое украшение. Поняла, что внутри натуральное растение и заливается вот это полимерное смоление. А вот, как красиво. А украшено, как красивое, и, конечно же, аутентичное. Скорее всего, это можно купить только на Андреевском скурсе. Да, любимое. Спасибо. Сегодня, моя любимая слова, аутентичное. Ну, все, идем, конечно. Тем более, смотри, на той стороне тенек. Голубь даже не улетел. Может, он не может. Или он не может. А на это солнышко. Перетать не может, что ли? А может, он просто ленить. Что ты хочешь посмотреть еще? А, не знаю, он там украшенный. Я поняла, аутентичные вещи. Все аутентично. Мы уже купили аутентичную сумочку, аутентичную матрешечку. Я очень довольна. И матрешка. Ну, за 200 гривен вообще это нормально. А человек у меня просил такой подарок уже пару лет назад. Серьезно? Да, она же у меня фили спрашивала. Да, ты что? Тогда просто то, что я видела на Андреевском, по-моему, 500 гривен матрешка стоила, я зажлобилась ей покупать. Вот эмали, кольца, под них и такие же сережки. Ага. И можно поиграть и наборчик. Кольцо, сережки, бюджет, положение, положение под секс. А это какая? Есть такие браслеты, которые открывают. Это эмали. Ну. А есть такие, которые не открывают. Ага, поняла. И сколько вот эти сережки? Реплики, австрийские правилюшки. А такие 350. 350 гривен. Красота, браслетики, посмотрите, однозначно. То, что вы купили на Андреевском спуске, наверное, будет в единственном экземпляре. Это кто? Мышка? Да. Фу, посмотри. А их много разных. Да? Вот такая мышка, вот такая мышка. Мы в коте, котик есть. Котик, смотри, смотри, какой котик. Ой, какие. О, с мышкой. Котик с мышкой на хвостики. У меня просто некуда ставить хвости. Я же не буду в ладошке. Ну и продавать, понимаешь? Если есть вот такая мышка, ну вдруг. Слушайте, красивые браслеты, да? Какие-то угненные такие. Ой, вот еще. Под солнцем, под ветром. Ждем она. Ну вот вы проходите, смотрите вещи, любуетесь Андреевской церкви. Гуляете по Андреевскому спуску. Ну класс. Да, опять же будете брать. Андреевский спуск – это вещь. Ну, лучше там ступить, я поняла. Лучшая экскурсия. А почему котик? 150. И многие брошки можно носить как брошь и кулон. И брошь и кулон. Натуральный перламутр, натуральный хелиотис. Вот это тоже натуральный хелиотис. Можно носить как брошь, как кулон. Янтарь натуральный, авантюринда. Так что выбирай там. Ну, что, Наташа? Котик с мышкой. Ну, что такого котика себе? Есть все. Выиграй там. Наташа выбирает котика. Я ей снимаю. Хочешь посмотреть, как она будет с ним взгляделить. Не, ну я хочу на этот, на тот кардиган. На кардиганчик. Что, котика? Как ты думаешь? Ну, я не знаю. Давай сейчас тебе покажу видео. Смышка. 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 Где-то в кузатой хаке. А уже есть туалет. Браво, Киев. Ну что, купила Наташа котика за 150 гривен. Ну, красивый семян. 150 гривен за такую брошь шикарную. Ну, мне понравилось. Меня мочка покорила на хвосте. Ну, вот о чем Андреевский спуск, да? Спуск, шопинг. Рассматривайте древние издания. Любуйтесь Андреевской церковью. Спускайтесь вниз. Любимая прогулка. Ты когда с друзьями все время идешь, так рассматриваешь налегкие. Вот. Вот он как. Вот. Ага. А, смотрите, совушки ничего не напоминают. Ну, вот как в Гарри Поттере сделано, да? Похоже очень. Кстати, они здесь тоже совсем недавно. Может, лет 5-10. Поэтому. А вот деревянный домик какой-то. Плядный. Так, ну, постой, я тебя этим не сопровожу. Подругу держать, поскольку я хочу сложить вещи. Сейчас пока тут мы успокоимся, а вы понаблюдайте за великолепным замком Ричарда Львиное Сердце. Что ж там за тайна такая? Вот не пойму, не пускают. Тут какой-то такой таинственный. Таинственный замок. Кстати, есть иконы продаются, кто интересуется. Ну, и снова красивые шкатулки, тарелочки, ложки, матрешки. Вот. Прекрасные сувениры. А с другой стороны, хорошо, что киосков поменьше и людей поменьше. Можно просто хорошо пройтись. Ветер сдувает. И плиточка такая. Ух! Сильно начнется. Это брусчатка. Брусчатка, да. Вот. Вот еще внизу как спускаться. Какие-то работы идут, слушайте. Хозяин объявился, может. Очень много кафешечек тут вот с этой стороны, да. Бравварня. Можно зайти посидеть, покушать. Попить пиво, попить кофе. Я сказала, да? Да, ты сказала. Магнит. Смотрите, вот нормальная цена 15 гривен. Смотрите, вот голодые ворота. 15 гривен, это же ни о чем, правильно? И вот здесь посмотрю, может здесь еще кому-то сувенирчиков взять. Не, не купила я магнитики. Я решила, что уже достаточно магнитиков я привезла. По-моему, у каждого моих коллеги есть магнитик. Поэтому хватит денежки тратить. Просто будем гулять, наслаждаться. И уже совсем близко мы к концу Андреевского спуска. и мы выйдем на подолок. Ага, наверное. Это яйца красивые, вообще. Узор класс. Ух ты, гребешок красивый. А почем такие гребешки? По 100 гривен. По 100 гривен. Красивые вообще. Деревянные, да? Да. Красивая цена. А кому? Зачем там денег. Я не знаю, как бы. Ну, мало ли кому-то в подарок могло пригодиться. Спасибо большое. Цена вообще хорошая, конечно. Ну, как обычно, все равно у нас есть люди, которые ходят и ругаются. Ладно, я сейчас лучше, наверное, отключу. Это, наверное, запикать придется. Что за люди находят, ругаются, наверное. Случилось чего-то, наверное, что ругаться. Кстати, прикольный магазинчик есть. Здесь все такое иллюминистенсного цвета светится так. Вот, там. Вот, не хочу заходить туда, но вот сувениры там прикольные. Где? Наташа нашла ступенечки деревянные уже. Ну, давайте ступеньки, двеньки, двеньки. И там что-то вверху. Ступеньки, двеньки, двеньки. Ну, вот. Памятник Гоголю. Слышь, и сидим, тут же другое что-то стояло. Тут же другое стояло, реально. Памятник совсем молодой. Ой, еще если наверх пойти, выйдет на Лысую гору, у нас сегодня сил нету, поэтому сегодня мы туда не пойдем. А вот еще что-то написано. Ага. Да, Замковая гора. Сегодня мы туда не ходоки. Очень много мы гуляли сегодня, очень много видео наснимали. Просто устали сильно. Поэтому сегодня мы гуляем просто вниз по Андреевскому спуску и наслаждаемся видами на Киев, которые вот уже видны все ближе и ближе. Красота. Наташа какие-то лаптики увидела, сейчас покажу. Что? Посмотри, какие тапочки. Две девятьсот. Класс. Посмотри, посмотри, тапочки. Это ж шерсть. Класс, 950 гривен. Да ты шерсть. А что тут за... И подошвка. Какая сумочка длинная, прикольная. 3500. Класс. Вот эти мне нравятся. А? Эти нравятся, цвет нравятся. Угу. Красиво. Да. Статейки какие класс. Статейки симпатичные. Такой сувенир висит. Тяжелые шапочки. Шапочки шикарные просто. Хочу себе вот такую шапочку, конечно, какую-то. Ой, не знаю какую, даже если винию одену в Эмиратах, будет не круто, конечно, для Эмиратов. Ну, вообще, конечно, там тепловато. Разве что зимой может дуть чуть-чуть. Ох, мальчик, круто. Завернул только что. Не говоря, только что мальчик завернул. Посмотрите, какие шапочки. Смотри, если я вот такую в Эмиратах одену, будет не очень. Ничего. А красненькая уже нормальная. Вот это красивая расцветка. Шапочки бимба. Это что такое? Это эти митиньки. На руки, на руки. Красивые. Ой, отсюда как этот виноград. Иди сюда. Вот именно так встань. Посмотри. Как такие остренькие. Острые коверы. Маленькие-маленькие винограды. Слушай, как это собирается в общем-то. И если... Ну, вот, наверное, что такое последний киоск. Который сувенирный. Сувенирный. Вот куча магнитов, открыток. Так же, как вы заметили, в принципе, здесь цены адекватные, нормальные. Если хотите купить сувенир. Хорошие сувениры здесь. Вот дальше продолжаете гулять, спускаться по Андреевскому спуску. А вот что-то такое... Не по-моему, подожди, я даже не заметила, что за лавочка такая. О-о-о, противогазы. Такие вот интересные сувениры. Шлемы танкиста. Теннисные ракетки. Старые игрушки. Ну, вот много чего. Такое фляги. Много всего интересного можно найти. Здесь находится также театр-колесо. Симпатичный дворик. Сейчас пробираемся. А помните видео с секреты Киева, где был Ворон Крум? Тоже он был во дворике. Посмотрите обязательно. Оставлю его вверху и по ссылочке в описании заходите. Чудесно такой дружелюбный большой ворон Крум. Ну, вот это афиша театра. И вот уже мы выходим уже на финишную прямую Андреевского спуска. Как бы это ни было печально, мы выходим вниз. Но с другой стороны, если вам сильно понравилось, вы снова можете прогуляться вверх. Ну, вообще не вопрос даже. А здесь такое более старинное все. Такие открыточки, самоварчики. Ой, а помните эти штучки, которые дают подстаканники в поезде? Уже не дают? Уже не дают, да. Ну вот, уже со своими фотоаппаратами, кстати, интересно. Причем фотоаппараты? У меня тоже дома пару фотоаппаратов есть. И смена, и Фет-3, и водок пленочные. Можно же их куда-то деть. Ух ты! И Фет-фет-пад. Первый. Военная техника коллекция тоже есть дома. Давно нашла. Ой, ёзыки. Ёжик в тумане тоже был в нашем видео. Красивые игрушки. Работа. А здесь уже такие, что здесь. Из глины. И кожаные фенечки. И серебро, да, кстати? Не знаю, даже это интересно. Слишком блестит. Да, блестит как-то. А может и вижу. Красиво эта эйфелева башенка вообще такая. Красиво, очень. Картинки. Небольшие картины. Маленькие, маленькие картины. Что еще здесь? Снова серебро или бижутерия. Значки ордена. Это да. Похоже здесь. Ох, это так красивая. Арт-стрит, да? Ну, это вот давно здесь картина девушки. Ну что, народ, все. Мы спускаемся вниз. Спускаемся вниз к подолу. Вот сегодня такая у нас была прогулка по Андреевскому спуску. Мы гуляли, покупали сувениры, что самое важное для меня лично. Мы посетили Андреевскую церковь, которая была закрыта много лет, и я ни разу в ней не была. Так что, пишите, как вам сегодняшнее видео, ставьте комменты, приезжайте в Киев, гуляйте, наслаждайтесь, оставайтесь с нами. Всего вам доброго. Всем пока. Пока.